Праздник силы спорта и соперничества прошел в столице региона. Второй фестиваль «Сила Заполярия» объединил на площади Маратсея любителей силовых направлений. В этом году организаторы праздника преподнесли участникам подарок. Пригласили в качестве судей именитых спортсменов, которые рассказали о секретах силовой подготовки. После поднятия 40 кг спортсмен может заявить любой вес сверху. Николай Колесниченко сегодня в роли судьи. Чемпион России и Европы по армрестлингу дает практические советы. Еще бы, за его спиной не один год силовых тренировок. Пауэрлифтинг, бодибилдинг и черный пояс по тэквондо. По словам спортсмена, тренироваться нужно, исходя из индивидуальных способностей человека. Это мало, когда учитывается в видах спорта. Именно индивидуальность каждого человека – вот это мой принцип жизненный. Показать каждому человеку от его принципиальных возможностей, что он может. Если брать арместлинг, то там борьба вверх, крюк боком, то как? Для кого? Для каждого свой стиль. Силовые направления требуют регулярных тренировок. Николай занимается в спортзале пять раз в неделю, плюс участие в соревнованиях. В любой подготовке они необходимы. Только примерив силы на сопернике, спортсмен может оценить свой уровень. Наталья Иванова, чемпион округа по пауэрлифтингу весовой категории до 63 кг, этому правилу следует, выступая на окружных соревнованиях. Четыре года занятий пауэрлифтингом даром не прошли. Тело готово к силовым нагрузкам даже без специальной подготовки. Результаты видно сразу. Нет стагнации, какое-то постоянное движение. Я поняла, что это мой вид спорта. А до этого чем занимались? Много чем. Различные направления фитнеса, легкая атлетика и так далее. Все быстро надоедает. А здесь вот нет. И результаты видно. Кроссфит тоже не терпит хаотичных тренировок. Это спортивное направление требует от человека скорости, силы, реакции и выносливости. Тренироваться нужно систематически и по всем направлениям сразу. В Ненецком округе кроссфит только набирает популярность. Но приверженцы уже есть. Надо особенно готовиться, потому что он требует большой взрывной тренировности, взрывной силы, выносливости. Желательно готовиться, не как я в последний момент решать, выступать. Игорь Мишарин ведет спортивные секции в школе «Старт» и прививает любовь к физкультуре у растущего поколения. Он радеет за то, чтобы здоровый образ жизни стал частью повседневности. О том, как продвигать ЗОЖ, знает еще один почетный гость фестиваля – Василий Сорокин. Он известен как автор проекта «Армприцеп» по организации любительских турниров среди армрестлеров Москвы. За два сезона, которые длится с мая по октябрь, в проекте приняли участие около 800 человек. Уникальность этого проекта заключается в том, что основная цель – это доказать то, что армрестлинг является максимально доступным видом спорта. И все то, что тебе нужно для того, чтобы заниматься армрестлингом – это не помещение. Это можно сделать в любом месте. Это именно стол и соперник. Это минимальный такой набор. Это раз. А два – то, что в таком формате еще нету проектов в мире. Аналогов нет. У нас планируется выезд буквально в августе. Этот выезд состоится в город Ростов-на-Дону. Мы проделываем путь в полторы тысячи километров туда и полторы тысячи километров обратно вместе с прицепом, естественно, для того, чтобы организовать там также турнир по армрестлингу. Помимо соревнований, для участников и гостей подготовили музыкально-развлекательную программу. Кроме того, все желающие могли пройти тест на ВИЧ-инфекцию. Акцию организовала Ненецкая окружная больница. Прийти, просто подать руку, возьмем кровь. Минут через 15 уже анализ готов. Тест полосками обследования. Сколько человек уже сдали? Ну и пока, конечно, сегодня что-то или жара мало – 22 человека. Подводя итоги, организаторы отмечают – в этом году в состязаниях приняли участие порядка 90 человек. По сравнению с прошлым годом рост небольшой, но уверенный.